Третья теорема. 1882 год. Марков. Теорема Маркова. Пусть положительное число разлагается в цепную дробь. Обозначим. W-2 это V, W-1 это G, Wn это написанное aN раз Wn-1, к которому приписано n-2 слово. Это по индукции определенные слова. Тогда слово, которое мы читаем, если берем прямую y равно αx, начинается в точности на вот эти слова. То есть чем дальше, чем больше n, тем больше букв будет. Здесь надо сразу на всякий случай сказать, что такое цепную дробь. Когда у нас есть любое число, то мы можем из него выделить целую часть. Если число иррациональное, то что-то останется. Вот то, что останется, будет больше нуля, меньше единицы. Его можно написать в виде единицы, делить на какое-то число больше единицы. Опять выделяем целую часть, опять то, что останется, пишем единицы и делить на. И так получается на эту. Теорема Маркова совершенно замечательная, простая. Почему она нам интересна? А потому что, когда у нас есть на плоскости прямая, то, если у нее иррациональный угловой коэффициент, она пройдет сколь угодно близко. А точки с целыми координатами? Обязательно. Вот заказали эпсилон. Сколь угодно, меньше, чем на эпсилон, найдется точка с целыми координатами, мимо которой она пройдет. Это означает, что то, что написано у Маркова, это описание конечных подслов любого из интересующих нас сегодня слов, да, любого из слов штурма. И описание очень красивое. Давайте я попытаюсь это объяснить. Вот представьте себе, для определенности пусть альфа больше единицы. У нас вышла прямая, у равно альфа и ц. Она как-то пересекает горизонтали несколько штук. А что значит несколько? Это в точности а нулевое горизонтали. Потом будет буква в. Мы знаем начало слова. Г, 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 потом в. А вот что будет дальше, мы не знаем. Так давайте напишем такую вот какую-нибудь волнистую линию, что вот дальше что-то, или трои точек поставим, или что-нибудь. А дальше замечательная идея. Когда у нас есть y равно альфа и x, то y минус а нулевое и x – это альфа минус а нулевое на x. Можно обозначить новой буквой. Альфа минус а нулевое – это у нас единица делить на альфа первое, господа. Если внимательно все это посмотреть, идея такая, что вот у нас есть, собственно, и у Концевича все это написано по сути. Если у вас есть вот такое слово, то буква г подряд будет или а нулевое, или а нулевое плюс одна. И вот там, где их в точности а нулевое, мы это заменим г, 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 в, где их а нулевое, на букву в. А те буквы г, которые остались, они тогда так и останутся. И после этого у нас получится картинка фактически такая же, только x и y поменялись местами. Ну и дальше надо опять так же работать. И возникает вот такая картинка. Хорошо, вот это вот придумал Марков. Хорошо. Давайте разбираться. Я здесь не рисовал кусочек этой картинки. Вот здесь какая-то прямая. Повторяю, пусть она любит больше нуля. Как выглядит тогда пересечение? Понятно как. Сначала будет несколько пересечений с горизонталью. И мы даже точно знаем сколько. Целая часть альфа. Вот эта точка имеет координаты 1 альфа. Значит, в горизонтальных прямых пересекли оно не больше. Поэтому мы знаем, что вот это вот слово, там, г, 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 в, г, г и так далее, начинается вот так. Дальше не очень понятно, что там идут какие-то буквы, г, в каком-то порядке. Но начальный кусок слова мы точно знаем, что он такой. Более того, в любом месте, где мы пересекаемся с вертиканью, перед этой точкой пересечения обязательно будет а на любое букву г. В принципе, возможна ситуация, когда будет больше буквы г. Между прочим, вот я здесь рисовал график того, что называется, от руки, и он неправильно рисовал. Я сначала нарисовал, потом понял, что ошибся, но не стал исправлять, потому что здесь, вот, вот, смотрите, здесь три буквы г, а здесь две буквы г. Почему так получилось? А потому что я принял немножко загнал. На самом деле, наоборот, могло быть четыре буквы г, но не могло быть две. Если бы я правильно провел прямую, в каком-то месте было бы четыре, в каком-то месте три. Но, ничего страшного, за то, что это перегонически получилось, из-за того, что Криво провел, в любом случае, перед буквой В, где бы она ни была, будет а нулевой буквы г. А дальше мы можем сделать простую вещь. Заменить г, г, г в количестве а нулевой В, в каждом месте, на букву В. Смотрите, чему это соответствует. Вместо прямой у равно альфа Х, у нас будет новая прямая, у равно альфа минус а нулевой Х. Но что такое альфа минус а нулевое? Вспоминайте, альфа минус а нулевое – это единица делить на альфа первое. Мы переходим к новой прямой. Она задана уравнением альфа первое У равно Х. Та же самая задача, только здесь прямая шла скорее так, а теперь она пойдет скорее так. И там это ровно то же самое. Потому что у альфа-дьербова тоже есть первый элемент. И мы знаем, что после замены слово выглядит вот так. Обратите внимание, опять непонятно, что там дальше. Но вот этот кусок мы точно знаем. Ну, секундочку. А что такое вот это самое В? Поэтому у нас возникает вот такая штука. Г-г-г-г в количестве а нулевое, это г-г-г-г в количестве а нулевое и так далее. И вот таких вот штук А первое и дальше Г. Я здесь не поленился, подписал следующий шаг. Вот у нас следующий шаг, это будет такая замена. И уже от альфа-второго мы перейдем к альфа-третьему. И будет, ну, вместо того, чтобы писать там раз, я писал в степени. И будет вот такая форма. Господа, это совсем все просто. На самом деле, надо понять вот этот первый шаг. Вот Э, одну замену. Потому что дальше мы просто делаем их, то есть одно и то же, крутим, крутим много раз. Вот. А это легко. Это просто-напросто выделение целой части. Вот эти самые замены мы просто закисываем. Что называется научным образом. Давайте каждый раз вот этот хвостик, который непонятный, просто-напросто отбросим. В чем идея? Каждый раз у нас получается, ну, если восстанавливать замены, у нас получается все дальше и дальше кусок этого слова из букв КВЕГ. Поэтому, вот здесь, конечно, мы знали всего лишь а нулевое плюс одну букву, но на следующем шаге мы знаем уже больше. И когда мы вот эти вот хвосты все отбросим, то у нас получается такая возрастающая последовательность слов. При этом каждое слово является началом следующего. Вот как оно устроено. Смотрите. Ну, это, чтобы с чего начать, ну, для развода ставим букву В и КЕ. А дело начинается вот здесь. Пишем букву КЕ, а нулевое раз, и потом пишем букву В. Это вот эта формула. Вот оно слово. Слово дублевое ноль получается, если отбросить вот этот хвостик. А общий шаг вот такой. Общий шаг вот такой. И теперь смотрите, какой смысл у вот этих формул. Это же просто подсчет количества букв В и Г в этих вот словах. Вот смотрите, что такое подходящее дробь. Это дробь P, N, N, U, N. В какой точке на координатной плоскости это соответствует? Точке в координатной плоскости P, N, N. Замечательно. Замечательно. И давайте поймем, что это значит. Когда мы пишем букву В, мы пересеклились вертикально. Это соответствует сдвигу на вектор 1, N. Когда мы пишем букву Г, пересеклились горизонтально. Это соответствует сдвигу на 1, вверх. И количество букв, вот давайте посмотрим. Здесь одна В, ноль В. Здесь, наоборот, одна Г, ноль В. Здесь чего будет? Здесь будет А нулевое букв Г. И одна буква В. Так это же как раз и есть А нулевое вздерегназие. Эти формулы являются следствием из вот этой, если мы подсчитываем количество букв В и количество букв Г. Обратите внимание, до какой степени это просто, до какой степени это абсолютно очевидно. Хорошо, пошли дальше.